Годовая инфляция в Тверской области показала снижение до 15,9%. Это 0,6% пункта меньше по сравнению с июнем. Такая тенденция соответствует общефедеральной. Но сами показатели еще остаются немного выше, чем в ЦФО, а также в России в целом. За минувший месяц довольно заметно на 1,6% пункта снизился годовой темп прироста цен на непродовольственные товары. Эксперты объясняют это тем, что жители Верхней Волжи активно закупали стройматериалы весной и летом спрос на них уменьшился. Также значительно выросло предложение пиломатериалов, в том числе из-за сокращения экспорта. Поменялась ситуация и на авторынке. Там происходит сейчас коррекция по ценам, связанная с уменьшением спроса с одной стороны и снижением предложения с другой. То есть два этих фактора плюс выхода на рынок новых брендов с того же самого Китая. Замедлился рост цен и на продовольствие. Конечно, значительную роль тут сыграл сезонный фактор, когда на рынок хлынули овощи и фрукты свежего урожая. В частности, заметно выросло производство подсолнечного масла, что вкупе с ограничением по экспорту привело к расширению предложения, а значит замедлению роста цен. В Тверской области выросли объемы выпуска сливочного масла, что тоже повлияло на ценники в магазинах. Тем временем, в ЦБ уже строят прогнозы на ближайший год-два. Банк России ожидает в 2022 году инфляцию и ее снижение до 12-15%. С учета проводимой денежной кредитной политики, годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году и приблизится к 4% в 2024 году. Но все это, конечно, при условии, если страна сможет избежать новых потрясений, например, в виде тех же санкций, а также успешного налаживания цепочек снабжения. Если не с прежними партнерами, то с новыми. Субтитры создавал DimaTorzok